Итак, уважаемые, очередное видео. Вопросы и ответы. Сначала я зачитаю вам интересную статейку из пчеловодного журнала 1954 года об обогреве пчелиных семей по весне. Электрический обогрев. Как в то время, это в 1954 году, журнал номер 12. Там в конце журнала есть интересная статейка. Я для нашего, так сказать, общего развития. Называется это на 42-й странице страничка электрическое обогревание гнезд пчелиных семей. В марте 1954 года в целях быстрого развития пчелиных семей я применил в условиях Азербайджана взамен бокового утепления ульев электрическое обогревание лампочками. Обратите внимание, лампочками. Для этой цели я брал лампочки 40, 25 и 20 Вт и ставил их за диафрагмой ближе к стенке. Первый же день лампочки в 40 Вт пришлось удалить, так как они чрезмерно повышали температуру ульи, пригодными оказались лампочки в 20 и 25 Вт. Итак, друзья, дальше читаем. В начале лампочки беспокоили пчел, последние обжигали крылышки и жалили шнур. Чтобы избежать этого, я заключил лампочки в металлические сетки и колпачки. Одновременно с установкой лампочек я помещал за диафрагмой рамку с закристаллизовавшимся медом, предварительно опрыснув ее теплой водой. Пчелы полностью использовали этот мед. Применение электрического обогревания пчелиных семей с одновременной дачей рамок с закристаллизовавшимся медом, предварительно опрыснутых водой, активизирует деятельность пчел. Матки начинают усиленно откладывать яйца. При повышении температуры внутри улья, пчелы не только работают за диафрагмой, но вылетают за взятком даже в холодную погоду, при моросящем дождичке, в то время как необогреваемые семьи совсем не облетываются. В моем опыте температура за диафрагмой не превышала 30 градусов. В теплые солнечные дни я отключал лампочки, но пасмурно и холодно не оставлял их кружосуточно. При постановке второго корпуса, чтобы не допустить охлаждения гнезда, я также применял обогревание электрическими лампочками. Во второй корпус поднимал 4 рамки с расплодом, которые помещал в середине, а с боков ставил за диафрагмой по 2 рамки сущую. Не за диафрагмой, просто с боков ставил. Итого 6 рамок получалось. Рамок с искусственной ващиной не давал, так как еще не было восковыделения. Лампочку помещал за диафрагмой в нижнем корпусе, то есть тепло поднималось вверх, он ее не поднимал вверх. Через 3-4 дня после постановки второго корпуса переставлял рамки для усиления кладки яиц с маткой. При этом пчелиные семя были хорошо обеспечены кормами. Электрическое обогревание применил на 8 пчелиных семя вперед с 20 марта по 6 мая 54-го года. Это было в Азербайджане. Там все-таки температура понижена, но обогрев, вернее, потеплее, чем в северных районах России. Обогреваемые пчелиные семи были в следующем состоянии. 2 семи занимали 20 улочек в двухкорпусном уле. Да, это неплохо, 20 улочек это прекрасно. И с расплодом на 13 рамках каждая. 13 рамок с расплодом. Это вообще прекрасно по 6 мая. И 2 семи с 16 рамок в двухкорпусном уле. С расплодом на 10 рамках каждая. И 4 семи занимали полное гнездо в 12 рамок с расплодом 7-9 рамок. Контрольная семья без обогрева была значительно слабее. Шахмурадян, город Кировабад, Азербайджан. Итак, друзья, это я вам пояснил, насколько сильно и хорошо влияет обогрев. Даже сейчас при современном развитии электричества, вы можете простенько сделать обогрев за диафрагмой. Поставил рамочки, так сказать, в сеточный колпачок, чтобы пчелы не сжаривались. Итак, друзья, у меня есть еще вопросы, которые задали мне мои друзья и зрители, и все, кто интересуется пчеловодством на моих каналах. Итак, Сергей Петренко задает вопрос. У меня такой вопрос. Надо перенести улик шагов за 10. Как это лучше сделать? Спасибо. Итак, друзья, и еще один человек тоже самое задает вопрос. Даниэл из Германии. Также проблема, надо будет перенести, но не знаю как. Ну, мне пришлось ответить на этот вопрос, потому что я имел опыт с этими вопросами. В свое время у меня были друзья, когда я только приехал в Америку, это лет, может, 25 назад. Старые пчеловоды, они приехали с Азии, оттуда, с Казахстана, с Киргизстана, вот, из тех мест, как говорится. И они имели пчел. Когда я приехал к ним на пасеку, вот, с этими пчеловодами, то они пригласили меня, так как я сотрудничал с ними, я поехал к ним. Пасека стояла у одного старовера, вот, который имел фармочку, и он разрешил поставить этих пчел в определенном месте. Ну, когда этот пчеловод, старовер русский, предложил им перенести пчел, потому что ему надо было пахать, это было дело к осени, и это место надо было спахать. То они перенесли этих пчел метров на 50. Когда я приехал, я говорю, что это такое? Пчелы стоят в другой стороне. Как это так? Как же они найдут гнездышко? Ну, а это пчеловоды были потомственные, папа уже старый был за 80 лет, и под 50 было уже сыну. Они мне говорят, слушай, ты не переживай насчет этого. Они всегда найдут гнездо по запаху. И когда мы подошли, то на том месте, они за неделю где-то перенесли столб пчел стоял, они так кружились. И мы приехали задать кормовую на зиму, привезли воду, сахар, размешивали, заливали в кастрюлю, ставили. Они по-простому быстренько насыпали туда сухой травы, на второй корпус пустой был, закрыли, и пчелы перекачали все это гнездо. Итак, друзья, значит, что я хочу сказать. Перенести пчел в пределах видимости это легко. 50 метров, 10 метров, это не страшно. Также, что тут я написал этим друзьям, я могу вам прочитать. Итак, две недели пчелы возвращаются по привычке на старое место. Делают несколько кругов и вспоминают, что они уже в другом месте летят на новое место жительства. Я также переносил метров на 10, потому что у меня тут сосед рядышком недалеко, и у него детишки появились. Я в угол сначала поставил в своей прапорте, а сосед, думаю, детишки, там он сделал игральную площадку, дети там качаются на качелях. И мне пришлось летом переносить этих пчел на центр своей пасеки, на центр своего участка, так сказать. И пчелы свободно нашли свои гнезда в пределах видимости. Они когда прилетают, смотрят, их гнезда нету. Вот, они делают круг, разворачиваются и видят, где пчелы стоят. И они туда. Если их там в первом улице не принимает запах другой, они второй, третий. И таким образом они находят свою семью моментально и возвращаются в свои семьи. То есть в пределах видимости 5, 50, 30, 10 метров вы можете свободно перенести пчел. И, конечно, я как уже сказал, они сначала будут по старой памяти возвращаться на то гнездо, а потом делают несколько кругов и возвращаются на новое. И, конечно, если бы вы перенесли их осенью, ну, разные периоды бывают. Если в августе перенесли, то эта старая пчела до зимы, она выздохнет. И по весне она уже не будет помнить свое гнезда окончательно. Но если вы зимой перенесли, то это тоже хорошо. Не страшно, можно и зимой перенести. Эти семьи зимой, они все равно помнят свое гнездо. И по весне они, когда делают облет, они возвращаются даже на то место. Но так как там нету гнезда, они возвращаются на новое место, куда перенесли. Итак, друзья, читаем дальше. И еще один вопрос на моих каналах, так сказать. Я пасечник с двухлетним стажем, имеющийся от пчелосемей. Ваши видео мне очень нравятся. Только вот думаю, возможно ли данные советы применять в моей местности и климате. А если да, то в какой период? Украина, Крывой Рог, заранее спасибо. С сильной маткой в зиму. Это последнее видео, которое вы смотрели. Там я показываю изолирование матки на определенный период. Когда уже достаточно расплода. 7-8 рамок расплода. А еще теплый период. То я сажаю ее в клеточку на определенный период, пока не наступит холода. А потом эту матку я выпускаю. И в зиму они не дают ей сеять, как говорится, холодно. Что значит, я отвечаю на этот вопрос. Спасибо, Коля Лелека, за вопрос. Я думаю, что возможно применять ограничения маток в любое время года. Особенно на медовый период. Это совпадает с законами пчелиными. Потому что пчелы сами ограничивают матку во время медосбора. И в остальное время нужно, можно и нужно делать это. Если вам что-то нужно сделать. То есть, ну а когда в остальное время, это по осени можно делать. Или на другой взяток вы перенесли, если тоже ограничить. Или во время весеннего взятка, как правило, очень трудно собрать весенний медок. И если у вас достаточно пчел, уже семья развилась заранее, то вы можете матку ограничить, как говорится. И они в этот период матка перестает сеять. За 5-10 дней они вам принесут весенний хороший медок. Итак, я отвечаю этому пчеловоду дальше. Таким образом, что можно ограничивать. И в Кривом Роге, я думаю, можно ограничивать это. Почему? Потому что я просмотрел каналы этого Александра Василенко, где он рассказывает этого Можайка, который занимается и живет пчеловодством. У него пчеловодство павильоны в Беларуси, севернее от Украины. И у него удачно получается. Когда он вывозит, он там рассказывает очень хорошо. Я показал как клеточку. Но лучше, конечно, изолировать матку в специальный изолятор. Вот пчеловод Можайка. Посмотрите канал Александр Василенко. И этот канал называется... То есть это видео... Александр Василенко так набираете на Ютубе. А видео называется Можейка. В на белорусской пасхе. 2013 изолятор и маток. Успехов вам! То есть когда вы просмотрите, вы убедитесь, как это хорошо работает. И он там рассказывает подробно. Также еще на этот вопрос отвечает мне человек, который посмотрел с большим стажем. У него 1211 подписчиков. Зовут его Веселый Пасечник. Так это у него канал называется. Здравствуйте, Павел. Да, все верно. Матка после ограничения яйцекладки сеет в два раза быстрее. Я в этом году на майском взятке в нескольких семьях держал маток в клеточках Гайдара. Обычно пересылочная. Челок не подсаживал. Во-первых, меда взял в этих семьях по 20 рамок полнейших. Намного больше, чем там, где матки сеяли. Во-вторых, после того, как маток выпустил, они насеяли больше тех, которые не ограничивал. Но это зависит не от матки, а от семьи. Это пчелы ее подгоняют. В нескольких семьях, после того, как матку выпустил я, их заменили на молодые матки. Тоже сеяли быстро и много больше, чем те молодые в обычных семьях. И вы говорите, все верно, матку не бросают, кормят через клеточку. И я две матки держал три недели в клеточке, и они были живы. Но семья может за это время вывести для себя молодую матку. И получается, что молодая сеет и старую серьезно кормят. Ее можно использовать в других семьях. Всего вам хорошего. Итак, друзья, можете посмотреть канал «Веселый пасечник». Это его, так сказать, добавочная информация не только от меня. Очень полезная информация. Так что я советую принять во внимание, что даже вы можете выводить по две матки. То есть одна молодая будет хорошо сеять, а вторую вы можете использовать. Или отводок сделать, или продать. Ну, в общем, или сделать просто запасную в зиму. И, значит, что я ответил. Спасибо, Веселый пасечник, за подробный рассказ. Возможно, это отвердит еще многих в хорошем опыте для получения большего медосбора и содержания сильных семей. И содержания запасных маток. И все это в одной клеточке зависит. И в одной семье. Удачи вам. Так я ему ответил. Итак, друзья, обращайте внимание, что это очень и очень важно, если возьмете во внимание и начнете использовать всего одна клеточка. И всего лишь только посадить матку туда. И вы имеете достаточно много меда. И вы имеете запасную матку. И вы имеете хорошие, сильные семьи. Итак, и следующий вопрос. Борис Головко. Зачем помещать матку на зиму в изолятор, если она и так одна в отводке или в семье? Я отвечаю. Спасибо, Борис Головко, за вопрос. В связи с тем, что климатические условия меняются. То поздняя осень, то ранняя весна, заморозками и так далее. Матка может или рано начать сеять, или поздно кончить сеять, а взятка еще нет. И, как правило, если по весне рано начало сеять, пчеловод рассчитывает, что меда хватит, заглядывает, а там, как говорится, заморозки пошли. Даже медок бывает остается, а пчелы обогревают расплод и помирают. Поэтому это не дает гарантии качественной зимовки семьи. Поэтому, в итоге, что нужно делать? В итоге, потеря матка, семьи, отводка. Поэтому пчеловод старается, чтобы семья не погнала мед на расплод, ограничить матку в свое время. Это уже гарантия. Если матка ограничена, почти 100% успеха зимовки. Итак, вот такие вот ответы, друзья. До встречи вам. До следующего видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, если у вас есть вопросы какие. Пожалуйста, задавайте. Удачи вам в зимовке. До встречи. До встречи. Продолжение следует... Продолжение следует...